Братушки и сеструшки, привет вам! Третья часть нашего прохождения. Resident Evil Gun Survivor. Короче, остановились мы в комнате в какой-то канализации. Видимо, это комната учителя сплинтера, черепашек-ниндзей. Хрен их знает. Здесь повсюду разные фотографии. Разные рисунки изображены на стене. То есть, это все-таки рисунки, как говорит Винсент. Это не фотография. Ну ладно, будем слушаться Винсента. Он дело говорит, он все знает. Так, здесь мы, значит, с вами взяли файл. Все, значит, нужно уходить из этой комнаты. Нечего здесь протирать штаны. Куда-то сюда у нас убежал мальчик какой-то. Непонятно, что он здесь делает. Непонятно, как он вообще выжил в этом аду. Мальчик, куда он убежал? Лестница! Ёптя, это лизун, блядь! Лизун, лизун, лизун! Это уже какой-то, по-моему, четвертый, да, за все время? Хотя у нас вообще начало игры. Ладно, я думаю, будет несложно его убить. Не забываем тактику. Если мы не видим противника, значит, его не существует. Значит, он не сможет по нам дамажить. Жалко, эта такция не работает с жизнью. Блядь, надо было его добивать, пока он валялся. Блядь, а я что-то прололочил. Прололочил, прорачил. Я сейчас так долго с ним буду биться. О, нет. Не попал, не попал, не попал. Надо, кстати, зеленую хилку съесть. У нас с жизнью что-то все очень плохо. Все, добили мы его. Прям в клешню его, это. Ужасно. А я надеюсь, он пацана-то этого не убил. Он на нас прямо с потолка упал. Решетку он сломал. А я в панике что-то не заметил даже. Мне показалось, он на потолке сидел. А, ну вот, как оказывается. Они еще умеют и взаимодействовать с объектами, ломать их, выскакивать из них. Но это заскриптованный момент. Paradise. Paradise. Смотрите, что это такое? Это мы вообще где вылезли? Так, ворота какие-то. Но они не нажимаются. Paradise. Это, по-моему... Это небеса, по-моему, переводится. Или рай, вот что-то наподобие того. Так, ну ладно. У нас здесь ничего нету в этой комнате-то. Нет, ничего я не вижу. Вон, кстати, люк, из которого мы с вами вылезли. Но назад я уже не пойду. Мне там делать нечего. Да и назад, наверное, скорее всего, путь-то сблокирован. Наш Винсент скажет что-нибудь наподобие. Не хочу возвращаться. Не хочу. Ух ты, смотрите, сколько ребят у нас здесь. Так, надо бы, наверное, как-то вот так вот их обрежать. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Пока нас не схватили. Все. А, нет, сзади нас никого не было. Значит, можно было и там стоять. Я просто испугался, что сзади нас кто-то тоже может находиться. Но там никого не было. Нет, пистолет классный. Пистолет вот такой вот. Вещь классная. Не зря все-таки я решил по тому пути идти. Prison, смотрите, prison. Тюрьма, то есть. Мы, по-моему, в какой-то полицейский участок пришли в тюрьму. Рецепшн. Нет, Винсент ничего нам не говорит. Имперсонмент арея. Офис рум. Но смокинг. Здесь вообще нигде нельзя курить. Видим все-таки сотрудники компарации Амбреллы за здоровый образ жизни. Только здоровый тивирус можно употреблять. Но никакого курения. Опять вот эти вот маленькие комнатки. С целой кучей пацанов, пацанчиков. Они так идут, чувак, вальяжную? Пританцовываем. Нет, 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 нет. Хуев тебе, чувак. Хуев тебе вагон. Ты нас не схватишь. Надо в голову им засаживать. Надо в голову им засаживать. Но они же, когда нас хватают, они нас не дамажат, ведь так? Я думаю, да. Потому что жизни, по-моему, нам не сносят. В этой комнате у нас что-то есть или что-то нет. Ой, что там такое? Похоже на записи руководства тюрьмы. Но это тюрьма, да. Теперь я точно могу сказать, что это тюрьма. Ладно, пойдемте в соседнюю комнату. У нас там было написано, что это офис-рум, то есть офисные комнаты. И, скорее всего, сейчас мы заходим в какой-то, в чей-то офис. Да, смотрите. Офис Амберелла написано. Какого-то важного человека. Здесь, кстати, такой, смотрите. Пальтишко такое с этой шляпой. Как будто из Элай Нуар. От каких-то детективов. В третьем Сан-Хилле, кстати, у нас такой же детектив ходил. В такой же одежде. Так, я уже вижу, да, файл какой-то. Но я сначала хочу здесь все осмотреть. Ключ вот лежит. Ключ от камеры. Значит, мы сейчас с вами побываем в камерах. Угу. Ну, уйти из тюрьмы, не побывав в камере, это прямо грех. Дневник начальника тюрьмы. Опять какие-то записи. Сейчас опять читать три года. Дневник начальника тюрьмы. 20 октября 1998 года. Сегодня мы получили ответ на наш отчет об инциденте, когда 20 подопытных заключенных совершили акцем убийства. В штаб-квартире не нашли ничего подозрительного в данном происшествии. И они сообщили нам, что скоро они пришлют нам пополнение взамен тех. Сейчас уже поздно, но я все больше сожалею, что я отправил подложный отчет о массовом самоубийстве, когда на самом деле это был массовый побег. Однако, пока я остаюсь в этом городе, если я выступлю против командора Винсента, то это будет означать мою смерть. Я никогда не забуду жестокую улыбку Винсента, когда он стрелял в тех парней, что пытались убежать из тюрьмы той ночи. Это выглядело так, будто он убивал рой насекомых. Командор Винсент, несомненно, очень холднокровный человек. Точно такой, как он выглядит в сплетнях. Он настоящий убийца. Я считал, что нужно сообщить штаб-квартиру правду о данном случае. Но я так боялся командора Винсента. Я не знаю, что мне делать. А командор Винсент это мы, короче говоря. Блин, у меня опять что-то произошло с игрой, она немножечко свернулась. Ладно. Как мы помним, командор Винсент это мы. Нас называют Винсентом. Видимо, это мы уже совершали эти ужасные поступки. Ладно. Движемся дальше. Что же поделать? Может быть, это какая-то ошибка, и мы не Винсент. А вот пиздюки-то опять восстали. Но я думаю, я убью вот этих вот крайних, чтобы мне пройти просто дальше. Давайте вот так вот обижим. Все, уходим отсюда. Не хочу я с ним биться, это бессмысленно как-то. Незачем, незачем. Да еще и покусают, если не. А здесь, кстати, смотрите-ка, они не обновились, на удивление. Я вам так говорю, они в каких-то комнатах появляются, а в каких-то нет. В каких-то у них спавн прописан. Так, вы использовали ключ от камеры. Это мы в камерные помещения идем. Там, где держали заключенных. Какая-то веревка вон. Видимо, нам намекают на то, что нам осталось только повеситься. Давайте возьмем ее тогда. Вы получили веревка. А что за веревка? Мы можем как-то посмотреть информацию о ней у нас в рюкзаке. Веревка. Проверить. Это прочная веревка, которую можно использовать для альпинизма. А где мне заниматься альпинизмом? Здесь как бы негде. Но если ее дают, значит она пригодится. Логично же. Оставим ее, пусть полежит. Ох, ты какой шальной, шальной малыш какой у нас вышел здесь. Ты что, чувачок? Ты давай как-то потише быть. А то уж больно резкий. Ну ладно, я всажу тогда в него всю амуницию. Еще один. Да вы что, пацаны? Вы решили меня прямо уже убить, что ли? Конкретно? Там сзади никого нету? Нет. Не знаю, зачем я посмотрел. Мы же появились там. Я уже все достал сейчас. Еще один, да. Они быстрее, что ли, стали ходить? Что с ними? Опа-опа-опа-опа. Все, доберем. Значится, их здесь было трое, да? Какие-то плакаты. Возможно, это вырезано из журнала. Это картинка девушки в купальнике. Окей. Закрыты с той стороны. Значит, мы сюда еще и вернемся, да? Мы все это дело обойдем и придем сюда опять. Так, ладно. А в холодильнике что-то есть? Какой-нибудь хавчик? Перекусить. А то между схватками с монстрами. Хочется перекусить. Сделай паузу, скушает Викс. Так, что-то охрана. Кажется, это какие-то ключи от тюремной охраны. Охрана ключи. Я не знаю, почему наш персонаж называет шкафчики ключами. Но перевод. Перевод сам говорит за себя. Ладно. Нет, камера у нас начинается вот здесь, судя по этой решетке. Да? Здесь кто-то есть у нас? Или здесь никто? Нет. О, посидит, смотрите. Очень подгнивший такой. Давненько он здесь засиделся, в этой камере. Он записку нам оставил какую-то. Слева от него лежит. Может быть, он ее прямо сейчас написал, кстати. Нахрен он знает. Может быть, зомби в этой части какие-то особенно умные. Умеют писать записки на... Блядь, куда я всадил вообще? Прямо рядом с его головой. Примерно так же я стреляю в контр-страйке. Все мои пули пролетают мимо голов противников. Опять? Ну вот что такое? Слушайте, я, наверное, буду им в тело стрелять. Потому что в голову я... Нет, там 50 на 50. Даже, наверное, 30 на 70 мои выстрелы в их голову. Его горло было перерезано острым лезвием. Заключенный. Это, видимо, акциям убийства какой-то был. Хотя, может быть, его и сокамерник убил. Вот этот вот. Зомбированный. На удивление, он, кстати, его не съел почему-то. Хотя он сидел вместе с ним. В одной камере. Не знаю, почему они не едят свежие трупы. Но эти ребята выглядят так, как будто они только что погибли. Да, интересные они, конечно. Возможно, они едят только то, что движется. Опять записка. Ух, ну ладно, давайте почитаем. Записи узника. Узники Азакабана. Дневник заключенного. 5 сентября 1998 года. Уже прошло 16 дней, как я был похищен людьми в Черном на улице в Конго. И привезен сюда. Сначала я не понял, что случилось. Но теперь я постепенно начинаю понимать сущность этого города. Похоже, нас содержат здесь в качестве подопытных тварей для медицинских экспериментов. Компания Амбрелла. Все жители этого города работают на компанию, даже жены и дети сотрудников. Нас собрали здесь со всего мира. Парень в соседней комнате из Китая. Тот, что из камеры напротив, он из Бразилии. Есть тут люди из России, Японии. Все это похоже на международное шоу. Самому молодому 16 лет. Самому старшему 19 или 20. Эти ребята из Амбреллы иногда вывозят нас на тусовку в какой-нибудь клуб. Чтобы мы могли встряхнуться и снять стресс. Но им не удастся обмануть меня. Я должен свалить отсюда. Не важно как. Я должен. В любом случае, самое важное, что нужно сейчас сделать, собрать и организовать нашу группу для побега. 10 сентября. Недавно соседи стали вести себя как-то странно. Похоже, им ввели какое-то лекарство. Я тоже стал иногда терять сознание. Нужно быть начеку. 21 сентября. Я не могу поверить. Второго моего товарища Чина из соседней камеры забрали на фабрику. В горах. Я не думаю, что Чин вернется обратно. Его постигнет та же судьба, что Лину и Якоба, которые исчезли на прошлой неделе. Я знаю, я знаю, что происходит с теми, кого забирают на фабрику в горах. Когда меня вчера возили в ночной клуб, я услышал разговор, что некоторые работники фабрики были должны по приказу Винсента, командующего этого города, они вскрывали наши черепа и получали какой-то материал из мозга. Или как они его там называют. Единственное, что я могу сказать, так это то, что Винсент – сущий дьявол. Нет, не только Винсент. Даже женщины и дети в этом городе не считают нас за людей. Они видят в нас подопытных, животных. Все люди этого города – сущие зло. Меня точно убьют здесь, если я останусь тут. Нам надо торопиться и воплотить в жизнь наш план побега. 9 октября. Время пришло. Я заметил, что люди из Амбреллы сильно обеспокоены. Уже в течение недели они или около того. Прошел слух о ужасном инциденте, который произошел в лаборатории Амбреллы, где-то в Америке. Все охранники очень заняты собиранием информации по этому происшествию. Поэтому меры охраны стали не такие строгие. Мы уже обо всем договорились. Со своими товарищами. Стойкович и Энрикес должны украсть ключи у охранников. Шанкон и я будем отвлекать их. А Йошикава и Филипп должны будут стянуть оружие. 10 октября. Мы точно обсудили все детали побега. Наш план будет выполнен в 11 часов вечера сегодня. У нас 20 человек, которые разделены на две группы А и Б. Группа А уйдет через канализацию, используя вентиляционную шахту. А группа Б будет спускаться по веревке с вышки наблюдения. Мы используем те веревки, которыми они связывали нас. Если нас поймают, то Винсент точно убьет нас. Но если мы останемся, то однажды Винсент прикажет встряхнуть наши мозги. Вытряхнуть. Так что мы по-любому покойники. А не лучше ли погибать, пытаясь убежать? Да, у них здесь, конечно, говно то еще происходило. Их здесь держали в заперти. Проводили над ними эксперименты. Божечки. Над какими-то вообще детьми, судя по этим запискам, им было где-то 16-17 лет. Причем набрали людей со всего мира зачем-то. Не знаю зачем. Видимо, они испытывали различные роды вирусы. Смотрели, как они будут переживаться у этих ребят. Так, мы отсюда вышли, да, вот из этой темной двери? Окей. Так, давайте вот в эту тогда сходим. У нас опять какое-то гигантское количество дверей. Просто столько путей всяких. О, пацаны, привет. Так, ну где-то по три устилу им в тело достаточно сделать. Все, готов, готов, готов. Я просто слышу. Справа от меня кто-то идет. И у нас здесь лежит шатган. Смотрите, друзья, шатган лежит. Давайте возьмем его тогда. Ружье. Ружье, короче, мы с вами нашли. Так, пацаны, подождите. Где наш шатган? Я хочу взглянуть на него. Ружье, вот оно. Проверить. Спас-12. Из этого крупного военного дробовика можно стрелять одной рукой, если использовать с прикладом. Вау. Вау, вау, вау. Пусть полежит тогда эта малышка у нас. Я буду использовать ее на каких-то более серьезных противников. Я думаю, у нас здесь басы еще будут. Поэтому подобные вещи, я думаю, стоит оставлять на них. Вот такую вот мелочь мы сможем и так расстрелять. Мне кажется, их можно вообще руками забить, если бы здесь была возможность бить руками. Ладно. Видимо, это душевая и кроме дробовика здесь больше ничего нет. Окей, тогда уходим отсюда. Так, сукей. Я не помню, есть ли здесь какие-то магнумы или что-то потяжелее. Но если мы нашли шатган, значит, будет что-то и более серьезное. Вообще, сначала я хотел сходить вниз. У нас здесь есть лестница. Давайте пойдем сюда. Там, кстати говоря, у нас было еще одно разветвление. Я, кстати, забыл там засейвиться. Так, я могу туда вернуться сейчас? Да, я туда могу вернуться. Давайте сейчас туда поднимемся, я там сливанусь. У нас там какая-то бесовщина началась в предыдущей комнате. Но я оттуда вовремя ушел. Не зря ли я это сделал? Я не знаю. Так, давайте. Так, все, я засейвился. Потом мы сюда с вами вернемся. Потому что это вроде как развилка. Здесь очень много дверей. Ну, знаете, опасность в том, что если мы выйдем уже на какую-то из развилок, то назад мы не вернемся. Нам будут писать, что нет нужды возвращаться назад. Ничего себе, они прям пританцовывали, вышли эти ребята. Окей. Они выбили дверь, дверь камера этих своих. У меня какие-то очень нехорошие звуки справа. Это они шевелятся, может быть? Я не знаю, сейчас что-то слышал очень ужасное. Может быть, это у... Может быть, это у меня что-то? В квартире? Хрен знает вообще. Хотелось бы надеяться, что нет, что это все-таки не в квартире. По-моему, зомби уже ко мне, блядь, просочились в реальную жизнь. Не знаю. Это херь какой-то я не сужу. Вы получили зеленую траву. Слушайте, а давайте, может быть, хильнемся? Или сначала посмотрим, что нас ждет вот в этой камере, в комнате. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь моль гигантская. Гигантская, мать его, моль. Она погибает вообще? Давай погибай, херь. Все, 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 она погибла. Сейчас мы ее быстренько повалим. Блядь, она, по-моему, отравлять может. Как же я ненавижу противников, которые умеют отравлять. Они такие паскудные. Ух, какие прямо вообще. Вот, кстати, и смотрите, голубая трава. Только я не знаю, почему ее называют голубой, она, по-моему, синяя. То есть она более темная, значит синяя. Слушайте, а эти штуки ломаются? Нет, не ломаются. А мне показалось, они такие-то, знаете, интерактивные какие-то. Так, еще какие-то коконы вот висят. Нет, здесь, к сожалению, больше ничего не ломается. Еще один кокон. Они, видимо, вот из них вылупились. Ну, он какой-то большой. Может быть, здесь было существо... Хотя нет, они тоже такие же. Они такие вот такого же размера. Ладно. Я не знаю, что здесь произошло. Но, по-моему, у меня сюда. А тут отверстие, куда пролезет человек. Туда можно спуститься, но нужна веревка. Вы применили веревку. Да, все. Это вот у нас одна из точек невозврата. То есть, назад мы уже не вернемся. Пацаны, привет. С библиотеки я вас не видел. Он погиб, что ли? С пяти выстрелов? Как будто это у нас пистолет, блядь. Как револьвер, друзья. У нас как будто револьвер. Как только с бесконечными патронами. Это вообще законная херь такая. Так, тихо, лягушка. Подожди-ка. Вообще, в записке вам было сказано, что... Их нужно в воздухе сбивать. Когда они на нас летят. Но мне кажется, это слишком опасно. И лучше от них отходить. Все, мы всех разложили, значит, в этой комнате. Там еще одна... Один грин-херк у нас стоит. Но мы, видимо, сейчас туда попадем. Обойдем все это дело. Через вентиляционные шахты. Вообще, вот эти переходы можно было бы, конечно, и покороче сделать. Секунд 10 они длятся. Я не знаю, зачем это сделано. В самой первой части резидента это еще, знаете, выглядело прикольно. Выглядело интересно. Но когда вот это вот стали пихать во все следующие выходящие части, это начало немножечко вымораживать. Да-да-да-да-да. Привет, пацаны. Так, 3. 3 попадания. 5. О, 4, 5, 6. Осторожно, 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 осторожно у нас написано. Где он? Так, мимо пацан. Я слышу, там еще один ходит. Поэтому надо поосторожнее быть. Так, перезарядочку. Перезарядочку делаем. Я вот не знаю, стоит ли сейчас использовать хилки. Так, ладно. Не дадим ему нас ударить. Нет, смотрите-ка, мы отбежали от него. Не попал он все-таки по нам. Опа, мимо, мимо, мимо. Мимо, чувак. Все. Нет, я думаю, время, время лечиться. У нас столько зеленой травы вообще. Прямо курить не хочу. Если он ее курит. Да уж, это глупая шутка про оскуривание травы из резидента. Она уже, наверное, задолбала всех. Надо заканчивать ее шутить. Так, я туда выстрелю. Только не знаю зачем, потому что, как мы помним, наш пистолет перезаряжается после каждого перехода. Между локациями. А, блядь, они опять отспавнились. Да вы что, пацаны, издеваетесь что-нибудь до мной? Я вас так и буду, что ли, убивать? А я попадаю по нему? Да-да-да, я попадаю. Так, тихо, блядь. Не понимаю, я не понимаю вообще. Все, он погиб, он погиб. А того, кстати, нету, смотрите-ка. То есть здесь спавнится только один пацаненок. Чтобы жизнь нам надо мне казалось. Дрейнедж. Диспозицион. Что-то дренажная, короче, диспозиция какая-то. О, стойте, стойте, стойте. Водокачка. Не пересекать. Только для авторизированных членов Амбреллы. Да-да-да, мы все это уже слышали. Очень много раз, что ли. Если вы не сотрудник Амбреллы, то идите-ка вы нахер. Идите-ка вы нахер. Вас здесь не ждали. Не люблю я, кстати, вот такие вот локации в играх вообще. Вообще во всех играх. Вот эти вот канализации, все вот эту вот мокрую водную хрень. Они однообразные всегда какие-то. Вы получили красную траву. Слушайте, возможно, я даже неплохо иду, потому что у меня целая куча хилок. У меня их очень много. Давайте, кстати, замешаем. Так, зеленая, красную надо комбинируем с зеленой. Все. Окей, 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 уходим отсюда. К босс-файту мы, в принципе, готовы, если на нас кто-то выскочит. Люли, а имена даем только таких еще. Прямо ух, таких. Басу не поздоровится. Сдохни, Винсент. Это кто вообще такой сейчас был? Нет, я, конечно, предполагаю, что это был дед. Но вообще сзади нас никого не было, кроме хантеров. Это, возможно, был хантер какой-то. Ладно, ладно. Ух, смотрите, какие аллигаторы у нас, блядь. Вот и, кстати, босс-файт. Вот и наш босс-файт. Давайте попробуем его из пистолета, чтобы немножечко надамажить. И достанем уже наш шотган. Мне кажется, его, в принципе... Еще один! Вы что, ебнулись, что ли, ребята? Куда мне столько аллигаторов-то этих? Или крокодил, кто это? В чем разница между аллигатором и крокодилом? Ребята, пишите в комментариях. Давайте быстрый перезарядочек. И этого достреливаем. Все, мы его убили. Короче, смотрите, с пистолета вообще, с пистолета захерачили. Нашего рептилию этого. Мистера рептилия. Но я тогда шотган оставлю на кого-нибудь более посерьезнее такого. А этих мы из пистолета уже добьем. Ты живой еще? Да, он еще живой. Но у него на удивление пошла какая-то анимация, как-то ему больно. Чувак, хватит к нам приближаться. Они даже нас не задамажили. Вы вообще понимаете, друзья, какие мы с вами... Что это звуки? Это я по решетке хожу? Вы вообще понимаете, какие мы с вами имбовые стали? Мы научились, научились быть настоящим охотником. Мы истинный охотник на зомби. На крокодилов. Крокодил Данди. Вот какую нам кличку нужно. Винсент. Крокодил Данди. Крокодил Винсент, то есть. Так будет вернее. Крокодил Винсент. Как звучит. Это же мы куда? Это мы уже, по-моему, наверх. На улицу. Амбрелла. Так вот, откуда контролируется весь город. Что со мной происходит? Что же, у нашего крокодила Винсента какие-то воспоминания проявляются в голове, какие-то флешбеки из его прошлой жизни, когда он еще все помнил. И, кстати говоря, вот наши развилки. То есть, если бы мы пошли в ту дверь, то есть не спускались по лестнице, а просто развернулись бы назад и пошли в заднюю дверь, то у нас там было бы еще несколько развилок. Вот, собственно, и они. Мы бы вышли вот откуда-то из этих дверей. Что же, я думаю, самое время загрузиться и посмотреть, что же нас там ждало. Такс, вот эта дверь. Значит, вот сюда мы в прошлый раз пошли. Окей, я, кстати, не помню, а мы шатган-то взяли, да? Мы сохранились, когда уже взяли дробовик. Да, да-да-да, ружье вот оно. Все, значит. Значит, я готов идти вот по этой развилке. Ну, пойдемте. Что нас ждет на этом пути? На этом пути самурая Винсента. Что за херь я вообще не сон? Хантеры. Угу. Найс вообще. Еще больше хантеров. Ну, хантеры, они, видимо, на всех путях будут навстречаться. То есть нас решили заебать ими прям конкретно. Так, все, минус один. Еще один бежит. Но я думаю, я выйду вот сюда вот тогда. Ах ты, сука, какой. Смотрите, ударился все-таки. Чувак, тебе от нас не убежать, понимаешь? Что у нас в жизни? Жизнь у нас пока что порядок. Ну, как порядок, осторожно написано. Не попал, не попал, не попал. Вот этот особо живучий. Вы посмотрите на него. Все, он погиб, он погиб. Какую, на? Слушайте. Так, вот это зеленый. Ой, то есть красную траву нужно взять. Я уже заигрался. У меня красная трава уже зеленая. Вол. А, у нас вот здесь вот есть какая-то дверь. Давайте, я думаю, в нее зайдем тогда. Так, давайте, Винсент. Мы открыли ее с той стороны. И эта дверь у нас ведет в тюрьму. Помните ту дверь, которую мы встретили? В комнатах охраны, да, вот. Зомби, кстати, смотрите-ка, не заспавнились. Так, ну возвращаться нам незачем. Мы идем опять туда. Там нас ждет какая-то лестница. Вообще, судя из той записки, вот, из записки того, я слышу хантера. Опять они обновились. А, это собаки, блядь, это собаки вообще. Я не хочу с ними биться, я не буду. Нет, 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 давайте уйдем отсюда тогда. Это лишние проблемы. Нам это не нужно, понимаете? Лучше сбежать с боя. Это более мудрее. Это, скорее всего, наблюдательная вышка, как в той записке нам говорили. Да, 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 это наблюдательная вышка. А нам тут паренек, собственно, так и сказал. Есть несколько путей. Либо через вышку, либо через канализацию. Так, а вот сюда, по-моему, можно... Здесь крюк на стене. Вы использовали веревку. Да, сюда можно веревку приделать. Вот, это, значит, путь Б у нас. Движемся по пути Б. Бля, тиран идет. Тиран опять. Я попадаю по нему? По-моему, да, от него зеленая кровь разлетается. У него, кстати, кровь такого же цвета, как и у хантеров. У них она тоже зеленая. О чем это нам говорит? Я не знаю, о чем это нам говорит. Наверное, о том, что это какие-то очень сильные, замутировавшие создания. Выведенные. Так, давайте возьму вот этот вот. Вы получили гранаты. Оу май гад. Грена, значит, мы еще скоро и гранатомет найдем. Not bad, not bad. Я бы погонял с гранатометом-то. Так, какие-то помойки. Так, у нас снова, друзья, важный момент. У нас снова разветвление идет. То есть, либо мы идем по лестнице и выйдем на крышу, либо мы идем в ту дверь и выйдем, по-моему, через какой-то клуб. По-моему, там клуб. Сейвимся. Так вот, опачки. Все, мы засейвились. Сюда мы еще вернемся. Пойдемте тогда по крыше, по лестнице поднимемся. Куда нас приведут эти ступени? Куда нас приведет этот путь? Опа, у нас здесь спецназовцы. Опасно. Нас убили? Друзья, нас убили, вы представляете? Что же, вот наша смерть. Взглянули, как она происходит. Тогда, я думаю, стоит использовать зеленую траву. Давайте ее съедим. Использовать. Опа, все. Что-то она ничего вообще не восстановила. Ну, давайте еще раз тогда съедим. Вообще, я думаю, на этих ребят лучше взять... Ружье лучше взять на них. Потому что оно бьет по площади. И мы сможем задеть сразу всех. Давайте сейчас так и сделаем. Сносят они, потому что своими вот этими вот пулеметными автоматами... Не мало. Сносят они очень много. Опа, вот так вот. И этого тоже. Все, все готовы. Все готовы. Вот и все, друзья. Вот, мать его, и все. Кстати, перезаряжаться из инвентаря, по-моему, все-таки можно. Да, 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 да. Из инвентаря можно перезаряжаться. Ладно, берем тогда ствол Г. Идем дальше со стволом Г. Все, 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 выходим. Так, санира, стоять. Еще один, смотрите, откуда ты взялся. Чувак, их двое даже. Пацаны, вы откуда взялись-то вообще? Он погиб? Да, он погиб. Он в кого... Он в кого вообще стрелял-то? Забор? Чувак, ты че? Кто обучал этот спецназ? У них вообще нету мозгов. Вы получили зеленая трава. Нет, за хилки спасибо, конечно. У меня все-таки... Наконец-то хилочки пошли в ход. Потому что я смотрю, без хилочки бы здесь было тяжело. Нас бы даже убили. Что, собственно, с нами и сделали? Нас уже убили. Так, спускаемся. Сзади что-то есть? Нет, сзади ничего нету. Опа, еще снаряды. Еще снаряды. Зажигательные, кстати говоря. Огненные заряды для гранатомета. Здесь у нас, по-моему, опять... Здесь у нас засада. Я думаю, стоит взять опять... Ружье. Так, установить. Все, мы взяли ружье. Нас там, вроде бы, как если мне память не изменяет. Ждет целая толпа вот этих вот... Мутирующих спецназовцев. Да, я ведь был прав. Да, вон они стоят. Опачки. Опачки. Все, все готовы. Всех развалил. Прямо по красоте. По красоте мы сейчас все сделали. Так, берем ствол Г. Вот, кстати, знаете, жалко, что здесь нету... Кнопок быстрого переключения между оружием. Вот так вот каждый раз заходить в рюкзак. Вот это вот все меняется. Ну... Это 2000-й год. Вы получили патроны к ружье. Это 2000-й год. Тогда люди еще не так парились. Над управлением. Здесь что-то нажимается у нас? Нет, здесь ничего не нажимается. Окей, тогда идем в эту дверь. Вы открыли дверь. А выходим мы с вами, по-моему, опять на тот общий путь. На ту развилку. На соединение развилок. Ну-ка. Да. Все, мы опять, значит, с вами вернулись. Что же, друзьяшки, давайте загрузимся. И пойдем уже через ту дверь. Опа. Мы вернулись опять на этот путь. Мертвый тиран, значит, лежит там, да? Я думаю, наверное, стоит захиляться сразу же. Так, вещи. Зеленая трава. Давайте используем ее. Еще одну тогда я использую. Да, я помню, что у нас со здоровьем все очень плохо. Окей. Мы, по-моему, подлечились впервые за все время с вами. Это довольно похвально, кстати говоря. Потому что, когда я был маленький, я вообще не мог здесь проходить эту игру. У меня хилы... О-о-о, привет, привет, наш титан. Титанчик. Так, слушай, я себя не в ловушку вообще загнал. Я, по-моему, в тупик какой-то зашел. Чувак, остановись, пожалуйста, я по тебе не попадаю. Нет, это не тупик. Значит, отбежим вот сюда вот. Где он? Ты что, издеваешься? А что, как он здесь появился-то вообще? Мне кто-нибудь объяснит? Он такой, главное, стоит тихо. И ждет, когда мы камеру на него повернем. Все, погиб, погиб, погиб. Если он качается, стоит, значит, все. Значит, ему пришел The End. Патронок и ружье. Спасибо. Он нас, знаете, он прямо нас снабжает амуницией. Так, здесь что-то есть. Какой-то постер. Это постер с живого концерта. Ну, все концерты в этом городе уже довольно-таки мертвые. Так что, да, увидеть постер с живого концерта в этом месте, это что-то очень специфичное. Здесь лежит сломанный микрофон. А, я, честно сказать, здесь вижу только какую-то колонку. Ладно. Ну, если микрофон, то микрофон. Там что-то написано. The Want from Best. Или Bit. Или Dit. Ладно. Хватит засчитываться. Люблю я почитать вот всякие текстурки. Вот, не знаю. Хлебом не корми, дай почитать всякую дрянь на стенах. Винсент. Да, это клуб. Это клуб, как я и говорил. Это, видимо, тот самый клуб, в который водили тех молодых людей. Из записки. Так, я вижу, у них здесь барабанчики. Heaven's Night. Что-то Небесная Ночь. Райская Ночь. Как-то вот так вот это переводится. По-моему, Heaven's Night еще и в Silent Hill было во втором. Или я что-то путаю. Как-то слишком много схожестей, похожих элементов, моментов. Наш Винсент похож на Джеймса. Мы находимся в том месте, которое было в Silent Hill 2. Совпадение? Не думаю. Какая-то VIP-комната или что это? VIP вон, да, карточка. Вы получили ключ клуба. Ключ клуба Ки. О, привет. Ты на тусу заскочил к нам, чувак? Это ты вовремя. Ему надо в хэт прямо ебашить. Нет, не попал-то по нам. Давайте. Все-все-все-все-все. Вообще без дамага не проходим. Слушайте, а почему он всегда ходит в плаще? С него, кстати, амуниция выпала. В каком-то стильном модном плащике этот паренек. Стиляга такой, знаете? Стильный мутант. Амбрелла делает мутантов со вкусом, со стилем. А чего этот ключ вообще? А, ну он от выхода, наверное. Это что за экшон у нас начался? Опять тиран что-то встал? Да-да-да, идет. А где он? Он, по-моему, вверху у нас был, нет? Вон он, он вообще из выхода пришел. Он из выхода пришел. А как ты, чувак, ты там как показался-то вообще? Ты нам не объяснишь? Ёптель, ёптель, ёптель. Ох, сейчас бы... О, у нас все плохо. Осторожно, написано. Жизнь. Блядь, не убил бы он меня сейчас здесь. Неожиданно я, конечно, так стрелал здесь. С хипами. Пожалуйста, погибни. Ну, погибни, чувак. Все. Блин, слушайте, ну два удара и все. Все наши фулл хп улетают в никуда. Опа. Для гранатомета. Заряды кислоты. Заряды кислоты, смотрите. Ну, я как помню, самые сильные, это, по-моему, азотные снаряды в Resident Evil. Ну, кислотные, я тоже, думаю, не помешают. А зеленая трава. А еще больше нам не помешал бы сам гранатомет. Потому что заряды без гранатомета, это что-то такое себе. Что-то это такое себе. Ага, что там было написано. Похоже на клубную стойку. Так, ну это у нас выход. Да, это выход. Сейчас мы опять с вами посмотрим ту заставку. С Винсентом. Пойдемте. Не буду я ее скипать, тогда еще разочек глянем. Освежим. Освежим свои знания о происходящем. Амбрелла. Так вот, откуда контролируется весь город. А-а-а! А-а-а! Что со мной происходит? Окей. Значит, ребята, взглянули мы с вами на все пути. То есть, мы вышли и вот из этого склада. Мы побывали и в ночи небес. И были в канализации. То есть, пока что мы идем по всем развилкам. Мы взглянули на все. О, кстати, здесь красная трава стоит. Давайте ее возьмем. Вы получили красную траву. Там опять бездна. Что же, ладно, я думаю, на этом мы с вами закончим. А дальше мы уже идем по одной такой, знаете, дорожке. Опять. По одной общей сюжетной линии. Что же, друзья, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. И увидимся с вами уже в четвертой части.